Всем привет! И сегодня покажу, ну, такую довольно большую продуктовую закупку. Сделана она в гипермаркете Globus. Наверное, показывать начну не совсем привычно, такими, знаете, продуктовыми наборами. То есть, что я из этого буду готовить, для чего купила. Хочу приготовить оливье. Меня и сын, и муж попросили, что купила для оливье. Во-первых, картофель молодой, килограмм 65 рублей. Здесь на оливье мне хватит буквально 3, правда, очень большие картофельные, на практически 49 рублей получилось. Также в оливье у меня пойдет морковка. Взяла морковь мытую, немытая была какая-то сегодня страшная и гнилая. В общем, одна морковка на 11 рублей. Также в оливье, конечно, мне нужны маринованные огурцы. Огурцы попросила выбрать мужа, он лучше разбирается. Выбрал дядя Ваня, корнишоны по-французски. Ну, у меня, конечно, не вся банка уйдет, остальные так съедим. Банка была по акции за 110 рублей. Также в оливье у меня, конечно же, пойдет майонез. Купила, ну, в общем-то, классический слобода, 60% жирности, провансаль, натуральный продукт. Ну, надеюсь, что натуральный. Недорого, 54 рубля. Но здесь, кстати, объем небольшой, 230 миллилитров, мне больше и не надо. Тазик готовить не буду, так небольшое количество. Так, оливье буду делать с ветчиной. Ветчина вот такая, собственное производство гипермаркетов Глобус. Называется у нас ветчина деликатесная говяжья, килограмм 540 рублей. Здесь кусочек на 164 рубля. Мне вполне на оливье хватит. Лук, кстати, не покупала, я лук не люблю, буду делать оливье без лука. И купила яйца, яйцо, всегда выбираю по дате сортировки. Ну, самое свежее часто оказывается именно вот такое, окское. Сорт отборный, 10 штук, десяток стоил 90 рублей. Так, для оливье это все. Теперь давайте посмотрим то, что, в общем-то, надо будет убрать в холодильник. Опять купили кролика. Для меня это очень-очень вкусно, ну, прям деликатес. Ножки кролика, передние и задние. Фермерский кролик, вот так выглядит. Здесь две ножки передние и две задние в упаковке. Килограмм 700 рублей. Ну да, не дешево, но такая упаковочка на 385 рублей получилась. Муж будет готовить кролика с картошкой, поэтому я сначала забыла купить картофель для кролика. Вот побежала и купила второй пакет картофеля. Ну, здесь, правда, что-то много получилось. Может быть, на какой-то суп еще останется. Килограмм все так же. Молодой картофель 65 за килограмм. Здесь больше килограмма на 72 рубля. Ну вот, с кроликом потушим и, может быть, еще потом что-то. Так, что еще надо быстренько убрать в холодильник? Сыр. Сыр взяли в этот раз вот такой гауда. 770 за килограмм кусочек на 226 рублей. Не помню, брали мы такой вот именно или нет. Ну, попробуем. И вот такой сыр мы точно брали. Монарх. Он Мааздам чем-то напоминает. Тоже 770 за килограмм кусочек на 172 рубля. Этот сыр совершенно точно вкусный. Это я помню. На бутерброд взяли тоже собственное производство. Глобус. Вот такой кусочек. Ну да, небольшой жирок есть. Так, что это у нас? Это у нас шея свиная в специях варено-копченая. Килограмм 620 рублей. Кусочек на 200 рублей получился. Так, из мясных продуктов. В морозилке много всего, поэтому из мясных. Ну вот, кроме кролика, взяла еще фарш. Понравился мне он по внешнему виду. Хотя у меня есть мясорубка. Я фарш часто сама делаю. Но муж вот изъявил желание поесть котлеты. Купили фарш из постной говядины. Килограмм 540 рублей. Ну без копеек, да. И здесь 700 грамм на 387 рублей. Буду делать котлетки. Получится довольно много. Целый противень. Муж никогда не уходит из глобуса без вот такой вкусняшки. Почему-то сегодня без этикетки. Это десерт молочно-карамельный. Еще наверху вот у нас орешки. Говорит, что очень вкусно. Ну я просто такое не ем. Стоит он что-то в районе 90 рублей. А я себе купила вот такую штуку. Углядела в отделе, ну таких здоровых, не знаю, необычных продуктов. Называется вегущенка. Она веганская. Ну я не веган. Мне просто понравилось, что она без лактозы. Я лактозу плохо переношу. В общем, вот такая вегущенка. Стоила 100 рублей. Здесь у нас, правда, совсем мало. Сколько здесь грамм-то? 125 грамм. Состав. Кокосовая основа. Мякоть кокосового ореха. Вода питьевая. Сахар кокосовый. Мука рисовая. Что меня, знаете, удивило. Наверху вот такая ложечка. То есть, наверное, имеется в виду, что вы откроете эту банку и прям ложкой целиком вот так все съедите. Ну не знаю. У меня, наверное, что-то слипнется. Если я съем сразу такую баночку, я вообще собираюсь ее накопить. Какой-нибудь тостик намазывать. В общем, попробую. Очень интересно. Сейчас уберу все это в холодильник и посмотрим дальше. Так, ну что, давайте опять смотреть такими наборами. Купила довольно много бананов. Бананы сегодня были не самые дешевые. 72 рубля за килограмм. Но хорошие такие, желтенькие, очень спелые, как я люблю. Здесь на 93 рубля взяла больше килограмма. Почему? Сразу скажу, что еще купила для этого блюда. Купила пряники шоколадные от Сладояр. 63 рубля упаковка. И купила упаковку сметаны 20% простоквашина. Довольно большой за 84 рубля. Что буду готовить? Буду делать торт без выпечки. Меня сын попросил. Мы завтра в воскресенье пойдем в гости к сыну. Мы живем с ним недалеко. Но в последнее время как-то он к нам чаще заходит, чем мы к нему. Мы к нему давно не заходили. Вот завтра пойдем в гости. Во-первых, принесу ему баночку оливье. И сделаю для него его любимый тортик. Как он делается? Режутся пряники слоями. Значит, первый слой в миске выкладывается пряники. Промазывается сметаной. Потом банан. Потом опять слой пряников. Опять сметана. Опять банан. Все это хорошо утрамбовывается. На ночь ставится в холодильник. И в итоге получается такой тортик, знаете, а-ля панчо. Ну, конечно, проще было бы показать. Но, в общем-то, рассказала. Думаю, вы меня поняли. Я, к сожалению, сама такой торт есть не смогу. Потому что, кто меня давно смотрит, знают, что у меня непереносимость глютена. Я сама не смогу из таких пряников тортик есть. А что купила для себя, для своей безглютеновой выпечки? Вот такую муку рисовую, цельнозерновую от Гарниц. 500 грамм. Цена на кассе прошла 100 рублей. Надо было, конечно, сходить, как говорится, поругаться. Потому что в зале стояла акция. Цена за упаковку 70 рублей. На кассе пробили 100. По-хорошему мне должны были бы потом вернуть 30 рублей. Но, знаете, была бы одна, может, и сходила. Но с мужем некогда. Муж не любит стоять на стойке информации. Ждать, в общем, плюнула. Хотя, конечно, это нечестно. Когда на ценнике одна цена, а на кассе другая. Жутко это не люблю. Так, муж выбрал вот такие персики, консервированные под торговой маркой Глобус. Огромная банка. 820 грамм. Стоит 150 рублей. У меня заканчивается моя любимая паста. Вот такие малышки. Ваш выбор. Здесь 70 грамм в упаковочке. Мне одного пакетика как раз хватает на одно блюдо. Пакетик малышка стоит 15 рублей. Так, и последнее, что, наверное, сейчас влезет в кадр, это мандарины. Вот такая огромная просто сетка. Красивые, большие, яркие, турецкие мандарины. Давайте в сторонку уберу. Расскажу быстро по цене. Килограмм 190 рублей. Здесь получилось, вот эти мандарины красивые у нас яркие, на 402 рубляж получилось. Все, все убираю. Смотрим последнюю часть закупки. Ну что, последняя часть закупки. Пепси 1 литр. Муж очень любит пепси. И просто так, и с виски иногда в выходной. В общем, 68 рублей. Молоко. Муж себе покупает молоко нашей дойки. 80 рублей. А я себе покупаю пармалат безлактозный. Я купила два пакета. Ну, потому что с мужем, да, тяжелое. Проще из машины выгружать. Поэтому уж закупилась. Было по 96 рублей. Ну, вот у молока жирностью 1,8 всегда такая цена. А молоко 3,5 процента. Оно обычно дороже. Сегодня было по акции за 96. Поэтому и его прикупила. Ну, я думаю, что каша на более жирном молоке получится, наверное, более вкусная. МНДМС с арахисом. Довольно большая упаковка. 360 грамм. Стоила 195 рублей. Муж себе купил. Очень любит МНДМС. Киттикэт. Ну, я уж все в кадр не подтащу. В общем, купила его очень-очень много. С курицей, еще с говядиной, еще там с чем-то. Кстати, тоже киттикэт в зале была цена, по-моему, 11 или 11,50. На кассе пробили по 13 рублей. Да, в общем-то, разница небольшая, но все равно неприятно. Учистывая, какое количество киттикэтов я купила. Так. Кстати, напишите, в ваших магазинах часто бывает такое несоответствие цены. Одна цена на ценники, а на кассе цена выше. Вот в Глобусе такого раньше не было. Последнее время просто постоянно. И хлеб. Хлеб собственной выпечки Глобус. 16 рублей за батон. Купили два батона. Один пойдет мужу, а второй батон пойдет в пользу уток. У нас уже на пруды. В принципе, у нас и зимой не все утки улетали. Но сейчас они массово вернулись. Пруды еще не до конца разморозились. Еще лед участками. Утки голодные. В общем, я знаю, что, конечно, хлеб для них не самая лучшая еда. Но вот немного иногда хлебом подкармливаем. В общем, один батон для уток. Все. Вот такая продуктовая закупка. Кроме этого, была еще только туалетная бумага Зева. Большая упаковка. 12 рулонов по акции. Она сегодня была 164 рубля. Но она и в кадры не влезет. И уже ее убрали. И многих просто травмируют, когда показывают туалетную бумагу в покупках. Так что, в общем-то, просто озвучу. Все. Все вам показала, рассказала. С удовольствием пообщаюсь с вами в комментариях. А вам удачи, отличного настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавила